Вот тут не вложил ни копейки, зробил ремонт мяса. Вот тут красили это, пусть соседи подтвердят. Если бы не энтузиазм жильцов, дом давно рассыпаться мог, жалуется песочинец Владимир Демидов. Пенсионер уверяет, жилищники совсем за подъездами не следят. За квартплату мы платим постоянно. Вон, пожалуйста, месяца. Первый, второй, третий. Теперь платить придется почти вдвое больше, вздыхает пенсионер. С июня в Песочине подняли квартплату. Соседи обсуждают, как жить дальше. У нас два человека, двухкомнатная. У меня было 43, сейчас 70 рублей повысили. 900 рублей пенсию получаешь, что там, заплатишь за все, а кушать ничего. И мы, люди, возмущены этим. Дайте нам хоть чуть-чуть аргументацию, на основании чего повышают. Местный депутат Дина Спивак рассказывает, квартплату в Песочине не поднимали больше трех лет. Минимальная заработная плата была заложена 457 гривен, то сейчас она 980. И от этого же выросли и налоги, от этого вырастает и, ну все, свет подорожал, газ подорожал. Решение поднять цену давалось нелегко, уверяют в мэрии. Понимают, что люди против. Но с низкими тарифами коммунальные предприятия просто не выживут. Каждый год где-то порядка миллиона гривен, ну может быть чуть меньше, Песочинский постсовет датирует коммунальные службы. Люди должны понять, что этот миллион, они должны были заплатить. В областном управлении ЖКХ соглашаются с песочинскими чиновниками. Говорят, цена услуги почти в половине населенных пунктов области нуждается в корректировке. То есть она ниже, нежели это должно быть на сегодня. То есть можно сказать, что в 26 предприятиях области идет повышение цены? Безусловно. Меньше всего квартплата обходится в Змееве – 6 копеек за квадратный метр жилья. А вот в Лозовой – почти 3 гривны, рассказывают чиновники. В Песочине теперь будут платить среднюю цену – почти гривну 70 за метр квадратный. В ЖКХ обещают – за большую плату и работать будут лучше. За качество сейчас мы уже будем серьезно. Екатерина Морозова, Павел Кубраков, Иван Наконечный, Медиагруппа «Объектив».